А потому что, знаешь, вот, все-таки вот с людьми разговариваю, и вот даже вот пускай они там меня два года назад не слышали, да, там, ну, чуть больше времени. А теперь-то я смотрю, я же ни на чем не настаивал, вот я разговаривал, просто говорил, что ну вот неверно все равно так, вот так. А теперь-то они, знаешь, вот видно, что они, ну, как бы, они вернулись к той исходной, о чем я говорил. Значит, вот с пылой тоже их это задевает, и тоже им, им тоже много не нравится, что происходит. И вот они вот говорят, они вот открыто говорят. Я говорю, почему это происходит? А потому что взросление в вере происходит еще. Вот человек видит, он духовно возрождается и видит, что сколько всего же наносного, сколько всего вот этого пустого, ненужного абсолютно. Вот эта мелочность, которая, она, ну, она не раздражает, она там, ну, как-то внешне она ничего не делает. Вот, ну, ты понимаешь, что за этим-то стоит более глубокий смыслопонимание, чем вот эта вот вся пыль. То, что там неохота уже сто раз про это сговорено все. Смысл-то этот, до него же не доходят люди. Им, в первую очередь, не объясняют смысл, а в вторую очередь, они как истуканы стоят в полном непонимании и вообще недоумении, что происходит. Вот, да, а священникам кажется, ну, почему? Ну, выйти, да, среди, заехать в дом умалишенных и начать там философствовать, да, вот. И они, как это вообще, как это можно, как и священники выглядят, вот, на месте этих философов. Ну, вот у меня, да, не один случай такой. И вот последний, с парнем разговаривали, но я давно с ним общаюсь. Я говорю, а вот ты попробуй, вот, писал ты, три раза в день читать. А он ни в Англии ничего не читал. Я говорю, ты вот попробуй. И вот ты почувствуешь, как тебе его будет охота читать. Вот как вот тебя притянет это. И вот ты первое, начнешь первые псалмы читать, первые стихи псалмов, оно как бы только ты хочешь. А потом дальше тебе хочется уже вслух читать. И хочется читать вот именно вот с пониманием оно внутрь входить будет. Я говорю, и посмотришь на себя через месяц, какой ты будешь. Ну, так, ироническая улыбка всегда, знаешь, так, ну, что ты там мне говоришь, мол, расскажешь. А потом-то оно меняется. Человек меняется. Оно вот видно, доходит до человека. Господь трогает его благодатью некую. Понимание, любопытство просыпает человек, и вопросы просыпаются. Знаешь, откуда эта вот улыбка берется? Это вот, кстати, ложное учение, которое сейчас в интернет давали. И, понимаешь, каждый человек себя ощущает сегодня зрелым. Вот я вчера недавно, вчера, да, ну, видно, что парень молодой, там, может, чуть за 20, ну, видно, подросток такой. И он мне пишет, значит, речь зашла, вот я говорю, что будут люди, которые вообще, ну, не увидят смерти. То есть во время пришествия Господня люди не умрут, но изменятся. И он вроде как со мной соглашается. И он говорит, ну, вы же понимаете, что это не Бог придет там, а прилетит космический корабль, который всех заберет. То есть, понимаешь, и он смеется надо мной. Да это было 2000 лет написано, типа, для древних людей, а мы вот сейчас просвещенные такие. То есть вера, она, посмотри, Христос-то придет, а вера-то у всех, она будет вроде в Христа верить, да. И тут же космические корабли, и тут же вот какие-то, ну, все вот из тех передач на телевизоре, которые... А я телевизор вообще не смотрю, я уже очень давно, лет 7 смотрю. А вот ты прав по поводу этого, потому что с некоторыми людьми разговариваю, а потом вот с него как начинает сыпаться, и ушу, и кунг-фу, и дома как вот переставляют-то вещи, когда как же они этим занимаются-то? Большой. А, во-во-во, да, поэтому... Я говорю, ты что, больной, что ли, откуда в тебе это? Ты вот это веришь? Он говорит, а ты что, не веришь, что ли? Я говорю, да нет, у меня только Христос, а больше никого нет. Он говорит, а начинает такие вещи, рассказывает, ты мне не рассказывай, это меня не интересует. Ну, знаешь, мне не охота смеяться над человеком, но как бы там показать себя, что вот я-то все знаю, а ты-то ничего не знаешь. Я говорю, а ты-то отвлекись от этого, ты вот прибейся к одному, к чему-нибудь, так тебе ничего заложено не будет. Ты вот на куски вот так будешь раздираться, и у тебя ничего не будет. Ты хочешь придумать себе и мирскую жизнь вот такую хорошую, удобную, и вот сюда построиться, и знать вот этого, и еще Христа познать. Я говорю, ничего не будет. Вот просто ничего не будет. Я говорю, надо... Человек, вот если ты... Ты не должен быть таким вот... Покрестился, да, и вот я христианин. Все. Нет. Если после крещения это начинается огромный труд, труд, труд не кого-то менять, труд не кого-то ломать там, а труд изменить вот именно себя, на себя смотреть со стороны, соответствую ли я там образу Христа, следую ли я. А так проще, конечно, когда вот я все принял, и теперь вот все должны быть такие. Это же Смирог говорит, христианство – это не про то, какие должны тебя окружать люди. Христианство – это про то, каким должен быть ты, независимо от окружающих тебя людей. Потому что это... христианство – это вообще очень трудно. Трудно. Конечно. Конечно, трудно. Мы смотрим как через гадательное, как через мутное стекло, а люди, особенно молодые, хотят объяснить все о себе. Вот я сейчас на комментарии на это вышел, сейчас вот это зачитаю. Знаешь, я вот говорю, догматы, да, ну, пары, две тысячи лет существуют, а он смеется надо мной, он тут улыбку поставил, говорит, «Наверное, вы из другой Вселенной и новое тесто слеплены». Так будет, как я сказал, и не знаю, кто такие родноверы, но я говорю вам лучше к родноверам, а не космических кораблях. Ах, да. Вселенная многогранна, множество миров. То, что видно, это одна тысячная от того, что существует. И учение Иисуса Христа самое оптимальное, главное – не стать фанатиком. То есть, посмотри, видишь, как Иисус Христос тут и космические корабли, а в Евангелии, как написано в Откровении, что все небо, как свиток, свернется, все вот это видимое пространство и невидимое, все эти звезды падут с неба. Человек же, человек, видишь, он смотрит на эти просторы, и он все, и он поражается. А для Господа это ничто вообще, он всю материю уничтожит, в одно мгновение око все уничтожит. И он говорит, я иду, создам новую землю, новое небо все. Новое, да. Говорю, все новое. Все это будет, вся материя будет уничтожена, смерти больше нет, вся смерть уничтожена. Вот знаешь, разговариваешь, вот разговаривал с человеком как-то на рыбалке, но он человек такой, он неверующий абсолютно. И вот разговаривали, и как раз, ну небо такое звездное-звездное было. И вот я говорю, а вот ты посмотри, как все построено, все как классно сделано, все как выверено. Иначе мы с элементарных вещей, вот как космос построим. Смотри, говорю, каждая планета, как вот, все-все-все, какое точное вращение, каждый зависит от одного. Я говорю, от чего это произошло? Ты вот хоть одну планету потревожь, и весь мир сломается. Все, вся вселенная наша разрушится сразу. Все отлажено, как часы. А потом еще, где-то я прочитал, там, про камеру, камера на фотоаппарате. Там, вот, говорю, сколько камера на фотоаппарате? Там, ну, там самая такая, высокого качества, по-моему, 15 пикселей, что ли. А я говорю, а у тебя глаз 574 пикселя. Вот камеру кто-то создал, написано. Да, глаз-то твой кто-то создал, если 574 пикселя. Как ты все видишь, как ты все это удаляешь, приближаешь, быстро все вот это можешь сделать. Ни одна камера так не может сделать. Ну, долго с ним разговаривал о таких вещах, но не говорил, как бы, вот, в сущности, вот, ни на Евангелии не сталкиваем ничего. И вот потом уже он начал задумываться, и он сам начал рассуждать вот по этому. Я вижу, что он рассуждает, рассуждает, рассуждает. Но потом прошло, это было где-то начало весны, и потом прошло лето, и где-то, наверное, да, уже прохладно было. Смотри, человек в храм пришел. Человеки исправить вот это испорченное, вот это... Сейчас же все про высший разум, инопланетяне, посмотреть. Инопланетяне, да, Господь создал человека, как венец творения, высшее человека, совершение человека в мире. И ангелы ниже по своему вот этому созданию, ниже человека. И в человеке нужно сначала вот эту шкалу своей значимости, что мы венец творения, что больше нас нет никого. Убрать вот этих инопланетян, вот этих демонов всех. Все вот это вот, вычистить из человека и начать по новой, как бы, исследовать. Видишь, а он как бы молодой будет. Ну, это, типа, было написано для ветхого человека, для старого. Да какой же ветхий человек, когда в псалмах Давид еще тогда говорил три с половиной тысячи лет назад, что луна, как алмаз, твердый. А это вот 30 лет назад на шутбе. Ну да. Вот личное такое желание, чтобы саму вникнуть, саму понять. И вот он же, говорит, раньше я не понимал, ну как можно вот всех любить-то? А теперь, говорит, я вот через вот эту призму-то вот эту, я смотрю, теперь, говорит, вот как ты сейчас сказал, да, человек вот это творение Божие. А грех это грех. И я, говорит, теперь, научился как бы грех вот эту всю пакость в сторону оставлять. А вот за человека, как вот за единство чистоты, познания, рассудка, ума, сердца, вот за такого человека молиться, за каждого. Я говорю, видишь, сколько надо было к этому 50 с лишним лет прожить, чтобы это осознать. Он говорит, да, конечно, но по-другому воспитаны были, по-другому понимали. А теперь понимаю, как и написано в Писании. Ну, радуют такие вещи, конечно. В современном мире, в общем, это модно, вот сейчас быть культурным человеком, да, образованным, это модно. Вот сейчас новое движение есть, может, слышали, не знаю, не вечно называется, новая эра. Вот, и там как бы люди собираются, то есть они уже без Бога, понимаешь, то есть они хотят жить уже, ну, благочестиво, вот по таким законам, как бы Божьим, но без Бога. Вот, ну, слышу? Это не получится. В нашем земном бытике важно, что с кем ты, вот что важно. Да, можно быть благочестивым, хорошим, порядочным там. Я вот директора, когда возил вот этой медицинской компании, она все говорила. Вот у меня муж, он же хороший, он добрый. Ну, правда такой. Он никого там не обижает, не все. Но я за этим, а я общался, но вижу за этим все, когда он раздражается, на какие слова он реагирует, как у него внутренние, когда у него вот это самолюбие, знаешь, что проявляется. А люди уже не замечают, оно замылось в глазах. И вот неужто он попадет в ад? Я говорю, в ад-то он не знаю, попадет или куда там, потому что у Бога все преднамерено, куда. Но, говорю, Царство Небесное он никак не наследует, он даже его не увидит. А почему? Я говорю, ну, потому что он не со Христом, понимаете? Вот важность, а с кем ты? Вот настолько важно, потому что, смотрите, разбойник, говорю, он последние минуты жизни своей, вот, перед Христом, он уверовал. И он со Христом остался. Вот уже, вот, все, конец, распяли. Сейчас ты все уже, дух тебя покинет твой. И он осознал. А тут, говорю, человек самостоятельно всю жизнь живет, да, пользуется всем Божьим. Он, а все говорит, а это я, а это мне. И он, понимаешь, человек, он настолько, он не замечает этого, а вот, все время рассказывает о себе, вот так вот, знаешь, вот это я, вот это вот здесь я делаю, вот это я, вот это вот это, я, 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 я. Я понимаю, там апостол Павел говорит, ну, он говорит, как в учении своем, тоже я, я, я там, но это хорошее я. А тут я, вот, я, ну, вот я вот такой, я лучше всех, понимаешь? Я, вот, я вот такой, я говорю, ну, такое, ну, обиделся она на меня, конечно, тогда, но это, это неправильно. Я говорю, понимаете, вы, вы, за что на меня-то обижаетесь? Она говорит, ну, вот для хороших людей, мол, должны быть там места, как бы это уже, и получше быть. А то, говорит, попадают всякие там, вот, типа алкоголики, тот, все. Я говорю, ну, и алкоголик может попасть туда, и в доброе место попасть. Вот кого-то раз он на грани своей жизни, кого-то раз и защитил, кого-то уберег жизнь, какого-то младенца спас, а сам погиб. Какую-то там мамочку еще, вот, говорю, жизнь-то такова с кем-то, и последний твой поступок-то. Суть-то в чем вот этого, я вот, допустим, как понимаю, все, что не в Господе, все это ад. Но, опять же, и в аду есть разные места, есть более, как бы, они спокойные места, есть там, где тебя пытают, мучают, да, вот. Ну, а есть, говорят, что такие спокойные, ну, оно не менее страшное, это место, вот, ты будешь сидеть вот в этом покое, в вечном покое, да. Ты представляешь, ты такой вот, запри себя в одной комнате и сиди там, вот вокруг тебя ни книг, ни телевизора, ни людей, никого вообще, ты один, и все, и у тебя ни мыслей никаких, тебе одна мысль только в голове, зачем я так жду, и ты себя проклинаешь в вечности. Ну, да. Покое-то, где же, покое-то и радость только во кресте можно, и Господь еще, призывает еще врата церкви открытой. Я думаю, только так, ну, места разные, места, конечно, разные, а, ну, без Господа, они адские места. Я вот за батю своего переживаю, он же, ну, в молодительстве там крещеный был, там верующий, ну, дед там у меня верующий, бабушка. А потом-то он же, ну, по молодости бесшабашный был там, ну, хулиганистый и в тюрьме сидел. Ну, конечно, не воровал, не крал там, то в армии там он служил в спецсвязи, и там шифровка пропала, его в более золото потом копал. А потом вышел оттуда, а в леспромхозах еще валили этот, троллевали лес на лошадях, у него лошадь была, и он что-то приболел, а его кто-то лошадь взял и ногу повредил. Ну, он взял оглобли председателя там, отлупил это оглобли, второй раз посадили там, сидел. И вот он, и он так вот неверующий-то был, но он такой вот по натуре добрый, он всем помочь, там рвение такое все было, бесшабашное такое, но и никому спуску-то никогда не давал. Вот это вот, как выпьет, вот выступит там, о, моя фамилия там, ну, себя в грудь кулаком, что, мол, я все прошел, и рыба, и крым. А теперь-то я вот молюсь постоянно за него, переживаю, и чувствую, там, я говорю, Господи, я понимаю, что, но ослабь его страдания-то. И вот как ты говоришь, действительно, может, он мне в самом где-то там пекли вот это, за свои добрые-то дела, а где-то сидит вот такой, как в пустой комнате, в вечности вот в этой. И мне так вот жалко, что я вот постоянно молюсь по нему. Ой, Господи, говорю, ослабь ты, вот просто даже вот как-то предчувствие такое, что вот так оно есть. Он же и умер-то так, пошел в баню, попарился, с бани пришел, и помнился. Мне ты рассказываешь, а у меня дядька есть один, точнее есть, он умер лет, я не знаю, может, 16 назад. Вот, так он, скажешь, в конце войны, ну, они пацанами были, еще подростки, вот, ну, голодные, естественно, и... У нас в Воронеже открывались еще первые магазинчики, ларьки, и они залезли, короче, туда и конфеты, вот, ну, и вытащили конфеты, коробки там оттуда. И на следующий день раздавать начали всем там, друзьям, знакомым, всем соседям. Ну, их, естественно, сцапали, вот, и по малолетке дали ему три года. Там он уже до совершеннолетия досидел, вот, и, в общем, в казарме они жили в какой-то... И убивают этого надсмотрщика, да, тюремщика убивают. Представляешь, ему 14 лет, ну, он там совершенно не принимал участия, да, а отдали всем срок, как, ну, как этим самым... Соучастникам. Соучастникам. Мы 14 лет ему еще накрутили, и в общей сложности 17 лет, представляешь? И вышел из тюрьмы человек, ни единой наколки на теле нету, вот, он всю жизнь проработал прорабом, ну, честнейший человек, понимаешь, вот, честнейший, да? Он во всем, за справедливость, вот, да, все это, как бы, стоял горой просто. Ну, а без Христа? И вот, опять же, как вот суд на этого человека, да? Вот я вот про это же говорю, да, вот, вроде из-за всех, и горой, и все, но без Христа. А там же вот последний раз, я не помню, ссылку тебе сбрашивал, вот это, Иоанн Златоуст пишет, а, Паисий Святогорец, что вот без Христа-то все, все без Христа. И то, и то, и то, и другое, а итог-то какой? Вот как будто, ну, человек просто, просто зря как бы пребывал здесь на земле, если без Христа. Это глубокое сознание. Всегда вот, просто меньше пытаешься общаться, но читаешь вот такие некоторые книги, Особенно, знаешь, вот на размышления приводят такие, когда с Евгением пообщаешься, да? У меня потом голова ломается, так глубоко. Такие мысли, я тут часом до трех даже сидел, писал там, размышлял, думаю, вот действительно. И вот приблизишь к себе ту ситуацию, а потом все-таки понимаешь, нет, вот для меня православие-то, вот какое оно есть, вот это мое. Но вот пускай, он говорит, там много несправедливости, много, да, много всего. Но за 2016 лет оно же не сломалось. Значит, вот, как помнишь, когда Лот просил там, а если будет там 50, а если будет там 40, 10, 20 праведников, когда он говорил, помилуй, я думаю, ну, значит, в нашей церкви еще есть там и 50, и все праведники, значит, Господь не посылает второго потопа, мы как бы ждем второго пришествия, а так бы давно бы смыл вот это, посмотри, во что превратили-то, как и ты говоришь, там перепутали все уже, и восточное суда, и индийское, и вот, как иногда разговариваешь с людьми, я просто вот поражаюсь даже вот. Ну, у нас как бы от... Я когда с храма еду вечером, а у нас служба очень поздно заканчивается, в девятом часу, я с собой там, садятся со мной три женщины, там бывает парень еще ездит, и я обратно еду домой, в станицу. Ну, езжу в соседний хутор, в хутор Ленина, на службу. И вот они, когда едешь, и вот слушаешь, когда они рассказывают, да, и вот просто тут короткая дорога, не объяснишь ничего, но вот понимаешь, люди уже, знаешь, сколько ходят, ни пять, ни десять лет в храм ходят. А рассуждение-то вот с этим совсем перепутано. Вот еще на уровне того, через какое плечо подать свечку, или еще как там, еще вот это все, знаешь, вот эта мелочность придуманная, вот это кручение за кадилом, вот это вот тыканье лбом в икону, и столько-столько много, и думаешь, и вот за этом-то они ставят серьезность вопроса. А когда начинаешь говорить о правильности, там, а читаете Евангелие, ну зачем же? Вот я стою, и вот придумали себе каждое правило. Я говорю, понимаешь, правило нельзя себе придумать, потому что ты к нему станешь механическим. Потому что вот за много лет мы все утренние и вечерние молитвы знаем наизусть. Нам не надо молитва слова. Мы только можем уголком глаза подсматривать и уже произносить молитву. Но ты, если не осмысливаешь каждое слово, вот это вот, ты просто чисто... Со мной такое тоже же было. Вот поначалу-то зачитаешься, все, и просто механически, быстро-быстро, тут же на работу, время тут собираешься так, а потом понял, что что-то не так. И вот у меня написаны молитвы, мной лично написано, вот есть. То есть своими словами, когда... То есть не попрошайничаешь, а вот именно от чистоты своего сердца, от глубины. Молишь-то о спасении, от отвращения, от всего вот этого пагубного, что не полезно в миру. А не то, что дай мне, дай мне, дай мне, дай мне, дай мне, дай мне, вот тому и вот этому. И вот на этом уровне люди-то останавливаются многие. Ну что там многие? Основная масса наша, так скажем. Вот. Мне книжки тут одна подсовывала, в церковь Вифания ходит. Ну прочитай, скажи, что это за книга. Ну я прочитал, когда... Вифания. Вифания. Церковь-то такая. И она мне говорит, прочитай, вот можно эту книгу читать? Ну там я взял, я сначала в интернете посмотрел, кто это все-все, потом заинтересовала на меня книга, я прочел эту книгу всю. Прочел и понимаешь, эта книга все написана, она обращена вся к миру. Вот там нету ничего, чтобы как бы... Да, о Христе постоянно говорят, но там Христос все время как средство используется. Вот чтобы штангу я 150 килограмм там поднял, чтобы вот это у меня вот так было. То есть Бог там не цель. Вот. И все вот это переломано и сделано так вот. Вот там больше в угоду человека все. Там нет вот этого сравнить, чтобы... Что вот действительно... Вот почему я стал таким? Почему я уверовал? Вот что меня? Вот этот мир привлекает? Или что-то там за этим миром стоит? И вот почему Господь избрал меня именно? Вот люди вот этим вопросом не задаются. А потому что начинается вот это... Когда начинает человек при тебе говорить, вот на меня сходит благодать Святого Духа. Во-первых, я этих вещей боюсь, я пугаюсь, я уже видел этих. А потом они начинают... Это очень страшно, потому что они говорят какие-то... Но речь такая непонятная. Как бы они говорят на языках, они на каких-то говорили, что-то им там передается. И вот они там размышляют, но без переводов. Переводить некому. Ну, апостол Павел говорил, если вы говорите, то это толкователь должен быть какой-то рядом бедательный, чтобы он мог объяснить, о чем они. Они же, как правило, переводчиков-то нет уже у них. Да, переводчик-то... Понимаешь, это не пугает его. А вот пугает то, что когда они говорят, вот и благодать на меня сошла. И начинает, и начинает. И я смотрю, вот в человеке начинается... Вот человек такой милый, улыбчивый, добрый, когда разговариваем там о чем-то отвлекающей теме, ну, нормально, человек. А когда он начинает вот это, говорит, вот на меня сошла благодать Святого Духа, и начинается вот это. А мне надо, мне скорее куда-то бежать хочется. Скорее, 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 скорее. Вот прекратить вот это. Потому что я вижу, что там глаза закатываются, остаются они белки уже. И нас пришло с ней. Продина ляп. Тут еще это, старик. Вот такие люди встречаются. Это знаешь, у кого из практик шаманских, вот сейчас это, среди молодежи, они как бы в астрал у них тоже практикуются, в астрал они уходят. И как раз вот закатывание глаз, вот они закатывают для того, чтобы войти в астрал, это надо глаза закатить, они это называют как бы к третьему глазу, глазу подвести из своих дна. Вот. И тогда ты начинаешь только в астрал ходить. Это все сатаниза абсолютно. Да, потому что и разговор, это когда вот начинаешь говорить, да, вот они, ты пытаешься о Христе и вот рассказать что-то, а тут же начинается подмешка Рериха, Блаватскую, мол, Даша вспоминает, что вот он туда там был, и вот эти все. Ну, я тоже эти книги читал, конечно, в свое время давно. И вот они начинают эти примеры приводить там живые. Я говорю, понимаете, не заглядывайте в бездну, кто-то сказал, не помню. А то бездна начнет заглядывать в вас. Потому что это жутко, потому что вы не справитесь от этого. Вот последний ролик там не смотрел, ты парень зашел к Игнатию Тихоновичу. Он в алтаре служит, и Бог с ним уже разгадал. Мне писал этот парень, он мне вот это все написал, ну, целый текст. Я аж ужаснулся. И он говорит, я Христов, говорит. Да, и он уже там говорит, я Бог, то есть все. Вот меня атакует такой же человека. Я атакую тебе скажу, знаешь, сколько уже? Третий год. Я уже с ним... И вот все про Евангелие. И он тоже, он внемлет Евангелие. Я ему постоянно, я даже вот иногда он знает, что вечером позвонит. Ну, сейчас пост я... Прости, Господи, я даже как-то пытаюсь это... Не брать телефон, вижу, что он звонит, я так... И с ним пытаюсь... Но он возвращается все время к своей блевоте. Ну, понимаешь, вот он слушает, слушает, я ему говорю там, ну, прочитай вот это, он там вот это, вот каким я был, вот как это, и начинает. Я говорю, понимаешь, та история, она прошла. Мы все были другими. Но нас Бог меняет, потому что... Но меняет-то, когда мы свою волю маленько приламываем, начинаем приламывать, и уже слышим те слова, да будет воля твоя, а не наша. И вот тут все с тобой происходит. А он... Вот он вот опять возвращается, и вот это плакание, вот это вот о прошлом, о прошлом, о прошлом. Я говорю, понимаешь, ну, прочитай 138-й псалом, говорю, там все тебе написано. Там ты еще слова не придумал, оно уже... Еще на языке у тебя, а Господь знает какое это слово. Я говорю, понимаешь, все в тебе просмотрено. Если, говорю, не было бы тебя того плохого, тебя не было бы сегодняшнего настоящего. Вроде успокоится, все нормально, рассуждать начинает. Время проходит, все. Потом у него что-то замыкает, и он такие вещи говорит, а ты меня убить хочешь, типа вот такого, понимаешь, что ты меня куда-то заманить хочешь. И вот я опять перестаю разговаривать. Поэтому, понимаешь, он рассуждает, рассуждает, некоторое раз нормально, хорошо, все-все. И говорим мы с ним по долгу, по телефону, но я ничего не придумываю. Я все время ему только с позиции Библии. Проходит время, все нормально, его слушаю. Я этого не знал, а потом встречаю просфорность там, там же она в храме, служит. Так этот парень в алтаре служит, понимаешь? Я же тоже, когда пришел, там баллиста ходил, вот женщина, когда подошел и разговаривал, там, ну, онкологии, я подошел с ней, не заигрывал ничего. Наверное, сначала там меня отчитало, там, по полной, кто вы такие, где ваш бог, вот я, а я говорю, просто присел, говорю, ты же умрешь скоро. Ну, без лая ты сказал. Я говорю, ну, у бога мертвых-то нету, а что, прийти к богу, что нужно? Я говорю, понимаешь, православие начинает свою проповедь с покаяния. И так же Библия начинается наше с покаяния, заканчивается покаянием. А что ты в этой жизни сама сделала? Ну, я попросил, говорю, давайте на ты мне так проще будет. И вот разговор-то сначала, жестко так было, а потом уже глаза заблестели, а потом человек смотришь, в голове все прокручивает, все. А потом уже начинает такие вещи рассказывать, которые ты говоришь, стой, подожди, этого же не надо. Я уже позову батюшку, пускай батюшка с тобой поговорит, исповедует по собору, почти. И когда, вот, ну, человек это загорелось, и человек осознал, и когда уходил, он сказал, спасибо тебе, но насыславим таким, если бы, если не ты, ушла бы вот с этим грузом всем туда. То есть... Конечно, конечно, человек, человек сегодня, ему вот это вот баркотное православие показывает сегодня с телеканалов Союза, навсюду, они, это все ложь, это, я думаю, это все лишнее, наносное. Многими скорбями, Господь сказал, ему длиже войти в Царствие Божие. Вот эти, вот эти скорби надо открывать сегодня и показывать, что, опять же, как правильно Игнатий говорит, учить людей болеть, при неблагодарить за болезни, и, как говорится, не приукрашивать, а говорить то, что есть. И так и говорят, что ты не верующий, ты не веруешь Богу, ты предаешь Богу, ты неправильно меняй пути, пока еще ты на своих путях измени их, очисти их пути. Понимаешь, ты глубоко это осознаешь, ты этим уже 13 лет прожил, ты внутренне это все знаешь, ты людям это словами дало, своим примером, а многие, посмотри в интернете, просто рассуждают, у них есть руки, ноги, глаза, уши, все, но они просто рассуждают, рассуждают так, что, ну, там такая полемика, оскорбительная, понимаешь, а разговаривают, это православные люди, и вот они, вот это заигрывание, вот это все придуманное православие, и вот это какая-то, знаешь, вот такая надуманная осторожность, ты вот там не делай, вот туда не ходи, там, да как вот в том фильме, там, а что тебе на голову что-то упадет, а ты вот это вот так сделала, а вот это так, да нет, правильно ты говоришь про болевые точки-то, но эту болевую точку надо не каждому дано нажать, и еще не каждому дано услышать, которые скажут, а то ровнется, это меня не касается. Тут кто услышит уже. Да, потому что, посмотри, вот эта полемика, страх вот перед всем, перед этим, правильно там вот, по-моему, кто-то из наших современников пишет, а этот, хотя его ругают, Осипова, он по поводу, сегодня уже с ним все живете, ну вы на мир-то посмотрите, оглянитесь, когда, когда Бога-то вы веруете, когда жареный петух куда-то клюнул, все, побежали в церковь, там что-то случилось, куда побежали в церковь, и все по мирским делам-то, а когда, ну мирское, оно и есть мирское, да Бог этого даже не слышит. Писание, люди не авторитет, знаешь почему? Они потому что не верят. Сейчас вот, так вот бытует такое мнение, что его многократно переписывали, да, я вот допустим, ну даже с верующими людьми говорю, они, знаешь, с каким-то таким сомнением, с такими ужинками, да, прошло лет много, много переписчиков было, и вставляли, и что-то, и все, и у человека пропадает доверие. Слово Божие. А вот смотри, старое писание, если смотреть, да, раньше какой контроль был, писалось, посмотри, там на полях записывалось с каждой строчки, сколько запятых, сколько скобок квадратных, все там, вот это перечислялось напротив каждого стиха, вот оно же не было еще, как написано по стихам, оно же сплошное было написано, и то есть там вот этими строчками выделялось, заключение-то делалось, да и Бог бы не позволил свое слово исковеркать, исправить или написать по-своему. Это пишут, которые... Людей не убедишь, во-первых, какое самое старое Библии у нас, ну, 16 век, можно найти 14 век, ну, где-нибудь у коллекционеров, у каких-нибудь, а 16 век для человека не авторитет уже что-то. Ну, как, Слово Божие, это самое авторитетное слово. Я никогда как-то этим... Почему у людей возникает... Но опять же возникает сомнение от отневерия. Ладно, брат, а то мне пора учиться на перевес. Ну, давай, родной, давай, родной. Мы и так с тобой долго говорим. Оставайся с Богом. Давай, дорогой. Все с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok